Ну и в продолжение нашей программы к нам в студию пришли наши очередные утренние гости. Приветствуем Наиле Хариддинова, режиссера фильма «Вопреки». Он не только режиссер, и актер. Встречаем также его друзей и коллег Алину Гемодиеву и Айдара Зайнуддинова. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей студии. Особенно рады, что творческие люди к нам пришли с утра пораньше, проснувшись. Наил, расскажите, Наил, пожалуйста, о себе, как пришла идея снимать кино. Ну, я учился сначала на юриста, адвоката, вот, а заниматься кино, это как бы случайно вышло. Семочная группа пришла снимать кино очередное, и как бы меня позвали в качестве актера. Ну, я сразу не отказался, как бы, это моя мечта, и поэтому сразу и согласился. Знаете, у нас есть небольшой отрывок из вашего фильма, давайте посмотрим вместе с нашими телезрителями, и потом обязательно об этом еще поговорим. Зачем ты меня обманул? Когда это? Когда он в больнице лежал, ты сказал мне, что он больше не хочет меня видеть. Так и было, помнишь, Макса, ты в больнице говорил? Нет, я такого не говорил. Ладно, я не собираюсь сейчас ни оправдываться, ни отчитываться, пошли домой. Я не пойду никуда. Останьте, я не в покое. Народ закроет. Народ закроет. Привет. У меня к тебе разговоры, я войду? Проходите. Я вас слушаю. Прекрати преследовать мою дочь. Почему? Она тебе не пара. А может, все-таки это ей решать? Я устал тебе объяснять. Она еще слишком глупая и молода, чтобы понимать, что такое жизнь с инвалидом. Несмотря на то, что со мной произошло, я продолжаю работать и зарабатывать деньги. Ты погубишь ее. Она не будет жить таким, как ты. Вы, конечно, лучше знаете, что нужно Яне. Я люблю вашу дочь. И я от нее не откажусь. Ох, сильно мурашки бегут по телу. Скажите, пожалуйста, ваш фильм «Вопреки», снятый в прошлом году, говорит о любви. О любви особой, да? Ну, наверное, о любви такой, между теми, вернее, как многие считают, ну, не должны быть вместе. Так? Да. Ну, как проходили съемки? Наверное, довольно тяжеловато, нет? Ну, в плане физически, да, тяжеловато. А в остальном, как бы, были и помощники, и... А это у нас боец. Да. Да, это правда. Да. Я люблю трудности, на самом деле. Я легких путей не ищу. Не, ну, реально возникло желание прямо действительно посмотреть это обязательно. Вот, скажите, этот фильм в чем-то автобиографичен? Была похожа ситуация в вашей жизни? Да. История выдумана, но ситуация в жизни правдива. Ну, мне кажется, такое случается действительно в жизни, и когда родители, наверное, против, это для молодых людей особенно, наверное, тяжело. И то, что вы об этом рассказали, мне кажется, это очень здорово. Да, и про умение делать выбор, и про умение бороться. Вот скажите, про... Про актеров ваших расскажите. Про актеров ваших, да, представьте, ваших друзей, кто снимался. Почему выбор вот пал именно на них, скажите? Ну, потом, вот, рядом с мной сидит Айдар Займин. Отец, скажем так, да? Да, отец, да. Мой. Да, девушки. Кстати, продолжаем так иногда, что, друг на друга. И мы с ним уже были знакомы, когда, например, моего первого фильма. У Наиля это, кстати, второй фильм уже, у него первый был фильм, дебют Апата, по-моему, да, называется? Да, Апата называется. Точка кино, это была школа какая-то, по-моему, и мы там познакомились как раз. Я до этого снялся у другого режиссера в фильме, и вот он мне предложил сняться. Я вроде как не отказался. Ну, расскажите, как вы себя ощущали в этой роли? Ну, во-первых, Наиль с авторами писали, скажем так, сценарий. Я так понял, когда прочитал, что, ну, они не знают, что такое быть отцом взрослой девушки. Поэтому мне пришлось самому эту роль переделать немножко. Дорабатывать. Да, полностью, да, полностью переделать практически. Да, а вы сейчас продолжаете, съемки продолжаются, как я понимаю, да, еще? Съемки будут, они планируются, да, продолжаются. С весны начинаем уже, когда порастает снег. Да, репетировать начнем. То есть уже репетиции у вас уже начинаются, и, возможно, вы сейчас, что вам мешает, скажем так, как в осуществлении вот вашей мечты? Все ли удается? Все ли, можно сказать, есть под рукой, скажем так? Нет. Самый главный вопрос – это вопрос финансирования. Весь вопрос о финансировании, да, это большой вопрос. Потому что этот фильм Наиль снял на свои деньги. Да, на свои средства. Ну, мы надеемся, что обязательно найдутся люди, которые помогут вам в осуществлении мечты, и более того, это просто настолько социальный, мне кажется, вопрос, что это всем очень интересно будет. Да. Алина, подскажите, каково было вам, и мы так понимаем, это у вас тоже не первая была работа актерская? В кино первая, на самом деле. В кино первая. Ну, то есть до этого я как-то в массовках участвовала, в главных ролях я не играла, это первая дебютная такая роль. И, надеюсь, она удачная даже получилась. А так, только вот окончив, как раз я училась в институте, увидела кастинг, прошла и, так сказать, влилась в данный коллектив, а так только вот в театральных работах. А тяжело было вживаться в роль? Отчасти. Отличие было большое от театральных и уже кино работ? Само собой, когда... Можно переснять. Да, вот когда можно переснять, когда там не получается, засмеешься или что-то, какие-то все равно ляпы же бывают. А в театре как бы там все равно вот играешь по прямой и... Ну да, телевизионные... А ступиться нельзя. Как вы видели, так и запомнили. Телевизионная съемка, она, конечно, отличается, наверное, от стенической. А расскажите, где потом зритель сможет посмотреть ваш фильм и, возможно, участвовать в каких-то конкурсах? Да, я планирую в будущем соединить эти две части и как бы сделать большой один фильм. И с этим фильмом уже сделать прокат на удостоверение и уже во всех кинотеатрах показывать. Наилка его уже на пару фестивалей показал, в Самаре, по-моему, и у нас в Казани. Нет, не в Самаре, а в Москве. В Ульяновске же. Да, в Ульяновске. И на Казанском кинофестивале. В Ульяновске. А в социальных сетях можно посмотреть, например, желающего? Да, в открытом доступе они есть. На Ютьюбе, по-моему. На Ютьюбе, да. Ну, мы будем искренне надеяться на то, что обязательно найдутся люди, которые вам помогут в съемках продолжения этого фильма. То, что уже вот даже вот этот отрывок настолько задел до глубины души. Мы желаем вам удачи творческих. Вот, ну, просто почаще, пожалуйста. Вот снимайте вот такие замечательные фильмы. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Успехов вам в вашем труде. Продолжайте работу обязательно. Вот фильм учит не сдаваться. Я думаю, вы ни в коем случае не будете этого делать. Нет, я не буду сдаваться, я буду идти до конца. Так держать, как говорится, попутного ветра. И вот, кстати, сейчас мы поговорим о погоде. Синоптики сегодня обещают малооблачную погоду. Местами возможен небольшой снег. Немножко похолодает от 8 до 10 градусов ниже нуля. Влажность воздуха высокая 90%. Одевайтесь, пожалуйста, теплее.